Пошла. Добрый день, зовут меня Жуков Андрей. Я являюсь участником рабочей группы по изменению культуры отношений на дорогах. И этот процесс у нас курирует Министерство транспорта. Там находятся Министерство культуры и Министерство образования. И перед нами, собственно говоря, вот перед такой большой рабочей группой стоит маленькая такая задачка. Нам нужно поменять культуру отношений в городе Новосибирске, на дорогах Новосибирска. И я понимаю, что это культура общей отношений, это следствие того, как мы живем. Значит, отношения нужно в первую очередь смотреть, какие они находятся в семье. Это семья и работа. И работа. Но я понимаю, что невозможно взять и сдать какое-то такое, знаете, распоряжение. Все, с этого дня на территории культура меняется с такой-то на такую-то. Я не могу людей заставить поменять отношения. И поэтому возникла такая идея создать клуб. Зарубка моя, у меня пока рабочее название. Зарубка. Такой клуб. Это клуб, площадка, где будет сниматься телевизионная передача о том, как мы меняем территорию отношений на дорогах Новосибирска. И мне сейчас нужны идеи, как привлечь молодежь к идее изменения культуры отношений через изменение себя. То есть каждый человек, меняя себя, меняя свои отношения, вносит свой вклад в территорию города. И нам нужно просто-напросто людей через клуб пропустить так, чтобы чем больше людей было желающих измениться самому и поменять свои отношения с окружающими, тем быстрее у нас пойдет процесс. И пока у меня есть некоторые такие слоганы. И я хочу просто обратиться за идейной поддержкой, чтобы найти именно такие короткие фразы, как можно студентов привлечь к теме отношений, к тому, чтобы им было интересно приходить в клуб, где учатся строить вот эти вот отношения, где учатся разговаривать про отношения. Это и отношения в семье, это отношения на работе. И интересно, как их зацепить. У меня сейчас есть две таких фразы. Это «меняем мир, меняя себя». Меняем мир, меняя я. Меняя себя, да. И «научи другого, научишься сам». Это как бы такое, знаете, слога. И вот мне нужно понять, через что, что сейчас, чем можно зацепить студентов, что будет им интересно. Какие-то короткие такие, прям вот жгучие, может быть, фразы какие-то. То есть ты хочешь идейную поддержку именно на фразы, на идеи относительно того, как зацепить студентов, и на фразы. То есть, что бы нам надо было. Хорошо? Ну, то есть, тема плюс какая-то фраза, ситуация или еще что-нибудь. Хорошо? Есть ли идей? Это где будет висеть? То есть, это где-то на улице, да, будет? Нет, это клуб, такое место, куда ты приходишь, говоришь, что я сейчас хочу, допустим, с государством выстроить такие-то отношения. Либо с другим человеком научиться строить такие-то, такие отношения. Андрей, про фразу, где должна фраза висеть? То есть, или это просто девиз? Это просто девиз для того, чтобы я мог понимать, в какую сторону двигаться. А еще вопрос на понимание. Ты студентов куда хочешь привлечь? Я их хочу привлечь в клуб, чтобы они стали участниками клуба, и на выходе из этого клуба, чтобы они уже принимали вот эту философию изменения мира через изменение себя. И конкретно на дорогах к Новосибирскому области. Хорошо? Какие есть идеи? Это должно быть событие. У меня такое ощущение, что это должно быть событие. Одно меняющее представление, мое представление события, это через события. То есть, просто один, там, зачет, сдать зачет по технологии, да? Кто-то на преподавателя гонишь, а кто-то меняешься сам, преподаватель просит, говорит, можно я тебе поставлю пятерку на экзамене? Нет, ну, смотри, у меня 10 студентов. Давайте я лекцию отдам, и вы им посчитаете ничего. О, оттестировать. И, кстати, их же самих и спросите. И сделай вопрос. Вас надо, что вам надо сказать, чтобы вы вдохновились. И пускай они покреативили эту тему. Они согласны. Они согласны? Согласны. А они, конечно, согласны. А где студентка находится? А какой? В АНГТУ в этом бассейне. О, классный АНГТУ. А тогда, как бы, в поддержку еще других преподавателей найти, которые также согласны отдать свое время. Да, не надо. Не надо. В другом вузе. В другом вузе, да, да, да. В другом вузе. Я имела в виду, что... А студенты вот через что? Студенты, что-то 8 вас послушать. Я бы дай себе нащупать, что-то студенты интересно. Для молодежи сейчас нужны немножечко доли юмора. Сейчас уже все устали от вот этого юмора, ниже пояса который. И вот эти вот слоганы, которые вы придумали, они уже... Нужен такой тонкий юмор, чтобы их привлечь. Да нет, правильно сейчас... И драйв. Да, просто мне сейчас сразу сходу в голову ничего такого не приходит. Ну, по принципу того, в неданом проект разрабатывали с ребятишками. Да, оставил мусор, у тебя там 3 месяца не будет прибыли доходы, да, в семье. Ну, что-то вот вроде такого, но это должен быть такой легкий, изящный юмор. Игра. Игра, лекции, все слушают. Придумать игру для студентов, проводить ее. Придумать игру для студентов вокруг этой темы и проводить ее. То есть с драйвом, с смыслом, с соревнованием. Компьютер, симулятор поставить в клубе. Каталки на гонках или еще что-то такое. 5D. 5D. Не, идея хорошая, но сам где это надо делать. Очень расслывчатые идеи. Одна, просто слога, флешмоб. Ага, точно. А вторая, вот на эту тему провести что-то типа монстрации. То есть чтобы не просто монстрация, а чтобы была монстрация на ту тему, которая тебе понятна. Мне вот она непонятна. Конкурс флешмоба. Флешмоба это то, что точно прикольно. То есть 100 студентов на площади Ленина начинают творить одновременно. Нашли невзначайно и начинают творить, что попало. Ну вдруг сценарно. И это все заснято. И это все выложено. И это смотрится. Это всегда прикольно. И пока это все организуется. С удовольствием. Ага. Две минуты осталось. Давай, давай. Кстати, попробовать, но не знаю, в тему не в тему, а находить клиентов, кому нужна реклама, привлекать студентов на проведение заказного флешмоба для этих компаний. Я не знаю, как связать это с твоим, но что-то это как-то надо сделать. И повыбирать, может быть, это выселение идеи Дениса, идею, повыбирать клиентов, фотошколы. Круто. А фотошколы снимают. Я еще свожу, смотрите, мы сказали про то, что можно сделать, а скажите, за что можно зацепить? Ну, блин, девчонки там или мальчишки, дайте за что такое живое, за что можно зацепить? Нет, за что? Студентов за что зацепить? Да, за что зацепить студента? Сейчас вот студенты, они активно сейчас за здоровый образ жизни. Кто-то там спортом, йогой, фитнесом занимается. Нужно им прививать тему того, что культура поведения начинается с культуры мозга, с культуры мышления. То есть мышление и на дорогах, мышление и в обществе, в социуме, где угодно. Соответственно, нужно начинать с мышления. Это физическое здоровье начинается с здоровья. Ладно, культура есть. Свободу. Свободу, драйв. Сейчас культура – это модная схема у студентов. Андрей, спеши анекдот или история. Студент, закупчивший Ашка-школу, говорит, я сама не боюсь управлять автомобиль, я боюсь встретить того, с кем я учил. Чтоб не бояться. Культура, она будет входить, если студенты по всей аудитории рассказали, они выйдут на улицу, будут четко... А еще сделать подборку анекдотов на эту тему и рассылку среди там... Круто! Супер вообще анекдоты по автовождению. Анекдоты по автовождению для этих, для обучающих, ну каких-то сообществ, в общем-то, автовождение. А анекдоты по отношениям есть такие? Ну вот наклейки были, помните, на машинах, и сейчас, наверное, налоги, там налоги есть, дорог нету, ну то есть там или пипец, там... Да-да-да. То есть можно же в этом ракурсе... Слоганы клеить на машинах. То есть как бы там мозгов нет, ну права купил там или... Ну така, попусти, да. Ну что-нибудь... Купил права, сторонитесь, да? Не, идея хорошая, она пойдет. Еще одна мысль. Я там лекцию, вы там прочитаете. По поводу качества вождения. Многие люди, кто из новичков выпускаются из автошкол, они толком-то на самом деле и водить-то не умеют, их-то там не научили. Можно просто дополнительные курсы для всех проводить по водительскому мастерству. Ну, грубо говоря, я вот видел на Украине, есть такие прямо группы ВКонтакте, есть специальная организация, которая занимается курсами повышения водительского мастерства. То есть там психологические всякие нюансы обсуждаются, экстремальное вождение на полноприводных машинах, заднеприводных, переднеприводных. И просто люди оттуда уже приходят уверенные в себе и спокойно в потоке ездят. И им все только спасибо за это говорят. Вот оно, качество вождения откуда берется. Права получила, последняя идея. Время закончилось. То есть умеешь водить, научи другого. Это к тому, что человека, умеющего водить, то есть это его самолюбие подбадривается, и он думает, блин, на самом деле я помогу другому, чтобы мне больше... А можешь написать еще, умеешь водить, уважай другого, потому что у нас некоторые водители считают, что они... В зависимости от веса машины, если у вас большой джип, или уважение, признак, умение водить. Да, 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 классно. Это слоган такой, который есть. Да, то есть от обратного. В НГТО я вам дам, сейчас лекции прочитать, и дам, может быть, оттуда. Андрей, твои действия разрешились, что отца надо тогда? Ну, для меня было ценно, если я перелопатку опять по кучу всего, и шикарно, что он умеет изобразить это от каких-то деталей. И, судя по тому, что получил 19 ответов, следовательно, я все-таки чего-то там донес. Хороший день. Да, и... Можно я скажу того, чего мне не хватило? Скажи. Дайте мне обратную связь, насколько я доходчиво изложил материал. Надо его еще вышлифовывать? Надо. Надо дорабатывать, да. Чтоб кратко и емко было. Ну, а сама структура? Нормально, нормально, хорошая. Структура понятна, просто что-то поярче. Конкретнее. Привлекательнее. Вообще должна какая-то... Образы, рабочая группа, это кто? Психологические всякие нюансы подключаются. Здесь носки, как во всем мире. Инфографику подключайте, чтобы цепляло людей на уровне того, вот смотри, это как круто, вот смотри, какая польза там, и все такое. Да, это должно быть модно. То есть вот на этом несказываем. Нет, это не модно. Это модно. Расскажи, футболки выпускать. Да, кстати, можно всякие там маркетинговые вещи. И все-таки с приседанием лучше применять. С приседанием лучше показывать. Показывать. И студенческая инфографика, то есть студенческая, вот это так вот. Инфографика в студенческом стиле. Пусть дети, они очень умные, не скучаются. Знаешь, что на дорогах, вот оно как приседать. Так. Ну все? Все? Давайте поддержим и поблагодарим. Спасибо. Спасибо.